Слава Богу, братья и сестры, хороший псалом с сердечными молитвами, наш дух действительно укрепляется. Павел тут про лестницу проповедовал, я тоже вспомнил, у меня с лестницей была история, ну, точнее, с отсутствием лестницы. Я еще на Украине жил, надо было там в подвал спуститься, я же знаю, что она там есть, но ее там не оказалось в тот момент, и я там шурух в тот подвал, так что без лестницы не только вверх тяжело, но и вниз не всегда хорошо. Хорошо, друзья, итак, у нас разбор слова, первое послание Коринфянам, мы проходим, подходим, сегодня у нас девятая глава, девятая глава, и я не буду читать ее всю, потому что в этой главе интересные мысли, и иногда, чтобы донести одну мысль, апостол Павел использует много разных примеров, но как бы мысль, которую он хочет донести, она одна, он ее сразу проговаривает, и с этой стороны хочет показать, с этой, с другой, поэтому я буду, наверное, выборочно зачитывать и что-то пытаться комментировать. Итак, первое Коринфянам, первый стих. «Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня». Ну вот первые три стиха, наверное, наталкивают на мысли. Он говорит, ну не апостол ли я? Не видел ли я Господа? И вот другие-другие вещи. Интересно. Вот я помню, когда первый раз в жизни я услышал, когда апостолы обратились к живому человеку. Я был в одной церкви, меня пригласили, мне было лет 18, там молитва была. Ну и она такая ультрасовременная была церковь, и я удивился, я такого не слышал тогда, что там люди той церкви обращались к служителям, апостол, апостол. Ну честно сказать, я вначале подумал, ну прикол какой-то, наверное, внутренняя шутка, которую я не понимаю. А потом нет, это норма. То есть вот люди в той церкви, ну как-то для меня апостол это что-то, ну вот я не знаю, там Бог Отец, Иисус Христос, вот дальше эти люди. Но я услышал, это относилось к живым людям. Интересно, что апостолы Библии, вот когда мы читаем, мы же видим портрет этих людей, он складывается из их поступков, из их фраз, из историй, в которых они участвовали, то они-то очень-очень редко пытались о себе так громко заявлять. То есть вот я апостол, я такой, я это умею, я это владею, у меня вот такие-таки достижения. Они очень скромные люди были, они к себе ничего какого-то такого не требовали. И вот даже Павел, когда он говорит, не апостол ли я, не свободен ли я, то есть я видел Христа другими словами. И в третьем стихе он объясняет вообще, зачем он повел этот разговор, вот мое защищение против осуждающих меня. То есть я как бы защищаюсь, я как бы хочу сказать просто, и в другом месте, когда его вытащили на разговор, он говорит, что я иудей из иудеев, я там обрезанный в такой-то день, я фарисей, я имею все-все-все эти родословные. И зачем он этот разговор тогда завел в той истории? А потому что появились евреи, такие, знаете, правильные, как все надо, и они начали смущать людей, которые приняли христианство, приняли Христа в его простоте, в его такой любви, и говорят, это все правильно, но вам надо еще обрезание, вам надо еще закон Моисеев, вам надо много-много, и стали людям объяснять. И апостол тогда в защиту Евангелия говорит, послушайте, вот все, что вы им сейчас предлагаете, у меня все это есть. Но я это не применяю, потому что это не нужно, то есть он защищал Евангелие, а не себя как личность, это очень важно. Потому что когда встречаешь, ну сегодня в христианском мире слово апостол, ну норма, да, вы видели интервью каких-то верующих людей, хороших, способных братьев, никто же ничего плохого о них не говорит. Но как-то сегодня это себе легко вешают, сегодня вот апостол, ну это норма, вот это апостол, это апостол, или вот еще как-то. Мне кажется, что человек настоящий верующий, переживший Христа, он никогда не лишится вот этого качества скромности, смирения, он никогда не будет вот себя показывать, вот он я, вот мои достижения, вот он нет совершенно. И у меня и в жизни таких немало людей перед глазами, людей, которых я высоко очень ценю, некоторых уже нет с нами. И у каждого из нас есть такие люди, о которых мы могли бы сказать, вот это настоящий верующий человек. И как правило, если у нас есть такой человек, второе, что мы о нем скажем, это очень скромный, тихий, спокойный человек, не выпячивающий своего «я» впереди кого-то. Это вообще другой человек. То, о чем Павел говорит, что когда мы по лестнице вверх, не то, что уже вокруг меня все ходите, а то, что ну как бы я чем ближе к Богу, тем я смиреннее перед людьми. То есть, первая мысль, это скромные люди, это скромные люди, апостолы, и не пытались они этим козырять, не пытались они где-то, даже здесь интересно, Павел сказал, если для других я не апостол, то для вас апостол. То есть, вот я вам проповедовал, вот для вас я, наверное, кто-то, а тем я уже, наверное, и никто, и меня не сильно кто-то и воспримет. Мне очень тронуло похороны одного человека, были в нашей церкви, не скажу кого, но о нем засвидетельствовали один из пастырей, сказал интересную мысль, говорит, что когда они к нам приехали, этот человек там в Союзе еще имел важный чин, важный духовный сан. И когда они к нам приехали, походили, определились, попросились члены церкви, и, говорит, я с ним общался, я ему говорю, вы понимаете, вы несли большое важное служение, серьезное, там вот, где вы жили, вы приехали сюда, тут как бы церковь уже сформировалась, наладилась, но все работает, вы не боитесь, что вы можете оказаться не нужны в том большом деле? И это уже человек в возрасте был, он говорит, да, я понимаю, что я где-то к этому привык, но если Бог так распорядился, значит, так я буду доживать свой век. И о нем было засвидетельствовано, что, говорит, он очень пригодился этой церкви, он умел говорить проповеди и на 15 минут, и на полчаса, он всегда вписывался в время, он всегда был готов. То есть вот эта скромность, пусть никто из нас ее никогда не потеряет, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот как только человек о себе начинает думать чуть-чуть выше, чем вообще надо, вот сразу в жизнь приходит что-то, что Бог ставит его на место. Потому что Бог силен смирить всех, кто ходит гордо, любого человека. И пусть пример Иисуса Христа, как, конечно, образца смирения величайшего, где написано, смирил себя до смерти, смерти крестной, то, что мы недавно вспоминали. Это, конечно, величина недостижимая. Но вот когда мы видим апостолов, живых людей, которые о себе говорили скромно, которые себя не выпячивали, которые при этом действительно, как написано, Господа видели вживую. Пусть Бог это нас вдохновит. Другое место, которое меня тут, ну, коснулось этот стих. Вот мое защищение против осуждающих меня. Интересно, да? Ведь это же послание, это не так-то много времени прошло с момента, когда Иисус Христос был реально физически на этой земле. Еще люди живы, которые видели, которые могут подтвердить, да-да-да, вот-вот, я помню, я был с мальчиком маленьким, когда пять тысяч человек были накормлены. А кто-то скажет, да-да, я помню там Закхей, то есть еще все эти обстоятельства, события еще в памяти, они еще свежи. И вот эти апостолы, эти двенадцать человек и Павел к ним примкнувший, они видели же Христа напрямую, они с ним общались, это знают люди. Ну, Павла здесь кусают периодически, да, он пишет, что вот меня нападают. Интересно, как сам Иоанн пишет, вот это тоже интересно, третье послание Иоанна, да. Смотрите, мы сейчас говорим о том, что апостолы с Христом ходили, жили, церкви основывают, и уже как иногда к ним люди относятся. Третье послание Иоанна, девятое стих Иоанна. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диотреф не принимает нас». Нас кого? Ну, служителей, апостолов, наверное, вот этих людей. «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает». А какие же дела? «Понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Вот я не в первый год своего христианства обратил внимание на эти мысли, далеко не в первый год. Но когда вот попозже так, ну, знаете, уже в очередной раз перечитываешь послание, думаешь, ничего себе. Это ж апостол Иоанн. Это же человек с Христом, прошедший весь земной путь. Это человек, которого скажут, так это ж Иоанн, вы что, ребята? Он был один из двенадцати. Он был на Тайной Вечере, он даже до Голгофы дошел. Это был единственный, кому Христос с Христа обращался. Говорит, вот, все мать твоя возьми. И вдруг этот старец, уже пожилой человек, переживает то, что в каких-то церквях к нему до свидания. Нечего нам тут стариков. Я просто лишний раз для себя, вот знаете, пережил это место, которое мы вам делим, где Христос говорит, гнали меня и вас погонят. Если, ну, как бы, мир вас возненавидит, или люди, или общество, вы знаете, что меня вначале возненавидел. То есть пусть Бог нас так же поддержит. Вторая мысль, что представьте, на апостолов, очевидцев земной жизни Иисуса Христа, как пишет Иоанн уже в своем Евангелии, о том, что мы видели и слышали, что осязали руки наши. То есть, чему мы были свидетелями. И уже эти люди, пройдет там 30-40 лет, на них некоторые скажут, да ну идите вы, что вы нам тут. Это же они им когда-то будут проповедовать, проповедовали точнее раньше. Это же они понасаждали эти церквя, жизни свои положили на проповедь Евангелия. Насколько общество неблагодарное вообще, любое, и церковное, к сожалению, не исключение. Но это ладно, мы за тех людей не говорим, мы говорим просто за себя, когда к нам, ну, как бы, лишний раз спасибо не скажут, внимания не уделят и так далее. Не стоит расстраиваться. Апостолам доставалось, то уж кто мы такие. Поэтому пусть Бог тоже здесь поможет, поддержит всем нам. Ну, меня лично это коснулось. Интересна другая мысль. Вот когда он тут в 4 стихе, мы дальше продолжаем, он будет говорить, он описывает так. Смотрите. Или мы не имеем власти есть и пить. Или не имеем власти иметь спутницей, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа. Или я один и варнава не имею власти не работать и так далее. То есть он, с одной стороны, говорит, что я же, в принципе, мы же обычные люди. И здесь другая мысль, которую я хочу тоже развить, это тоже иногда крайность, которая есть в современном христианстве. То есть одна крайность, когда служителей, тех же апостолов в рожь никто не ставит. А другая крайность, когда их открытым текстом боготворят. Когда из людей, служителей, ну, делаются кумиры, делаются полуидолы, делаются люди, которые просто ой-ой-ой. И потом, как больно людям разочаровываться, когда это всего лишь обычный человек. Да, хороший, правильный, замечательный, но это человек. И поэтому нельзя никем вот так вот просто очаровываться. Более того, как вот можно встретить такие авторитарные иногда церкви или какие-то даже страны, где вот какой-то личностью охватывается огромное общество, и потом эта личность куда-то либо уводит в лжеучение, либо умирает какой-то такой. И люди просто в панике, люди не знают, как им жить, люди не знают, как им делать. Поэтому, с другой стороны, мы все обычные люди. Каждый из братьев, каждый из служителей, это человек, который, как написано, имеет власть, ну, семью иметь, жену, деток. А раз жену и деток, то нередко там может где-то с той же женой не всегда и поладит в периоды жизни. А детки, детки вообще всякие бывают. Вот, у нас дед жил на улице, он на всю жизнь нам говорил, что запомните, пацаны, в жизни не выберите двух, нельзя выбрать двух людей, родителей и детей. Ну, мы сами были детьми, нам лет по 10, я не сильно понимал, что он имел в виду про детей, родителей-то понятно. А когда подрастаешь, то ты понимаешь, ты и детей-то не можешь выбрать, там, полым выбрать не можешь. Шутка уже бородатая, о которой я часто говорю, у меня же дочки, да? То мы как поженились с Настей договорились, я буду мальчиков называть, а она девочек. Ну, кто ж знал? Я ж-то думал, вот, вот это я джекпот урвал. А все-то по-другому в жизни сложилось, что уже помню последнее, говорю, Настя, Александра, мне имя нравилось, ну, ну, Лия, Ева, Ребека. В общем, стало АВГ, так что у меня в голове хоть буковку А я отвоевал, понимаете? И то неплохо. То нельзя выбрать ни родителей, ни детей. Поэтому тот же служитель – это человек, который старается и в семье быть женой с детьми нормально, но при этом еще служитель старается Слово Божье доносить людям. Вот у меня же сегодня, я знаю, что сегодня я же проповедую, ну, вот, разбор веду. Ну, обычный денек начинается, заехал, кофейка стою, жду. Ба-бах, шо такое? Человечек зазевался у меня, въехал в зад. О, день начался, ничего так. Так, слушай, хорошо, хоть причастия не провожу, а то бы и не доехал бы, может, с такими переживаниями. Мы обычные люди, все мы. Поэтому тоже надо это понимать. Не стоит никогда никого боготворить. Ну, и прощать надо людям тоже как-то. Потому что иногда от служителя ждут какого-то космоса, какого-то уровня. А это человек. Он тоже может устать, он тоже может эмоционально выдохнуть, он тоже может иногда, ну, по-всякому повести себя. Не стоит вот так вот к людям. Там, знаете, почему здесь он пишет, наверное, что мы можем иметь жену? Наверное, там какие-то были к ним разговоры такие, что раз уж вы апостолы, то какая же там вас семья? Жена, семья, куда проповедуй до конца дней, ходи по городам и все. Что ты там? Ну, наверное, такие разговоры были, я делаю вывод из этого. Или другие претензии. Поэтому одна крайность, когда человека, ну, вот, просто не уважают. Человек старается, проповедует. Как такое тоже я слышал историю такую с юмором, да? Когда в одной церкви. Такая очень небольшая сельская церковь, сельской местности. Ну, и пастырь, как в любой сельской местности, имел там коровку, хозяйство. И вот он как-то поделился братьям с кафедрой. Знаете, устаю бывает. И бывает, ну, хозяйство, надо же все жить. И вот иду в церковь, и вот пока иду, так вот проповедь в голове делаю, и все. Ну, и один человек, добрая душа, зала, говорит, надо, пастырь, чтобы у тебя хата была еще дальше от собрания. Чтобы больше времени на подготовку у тебя было, понимаете? То есть, пожалел волк кобылу, да? Оставил хвост и гриву. Такая была фраза. Так вот и здесь, понимаете, я к чему говорю? Что это одна сторона дела. Другая сторона тоже опасная. Когда из обычного земного человека, хорошего, способного пастыря, проповедника, делает уже божество. Нельзя тоже так быть. Нельзя. Нельзя. Это нормально, это правильно слушать, правильно уважать. Потому что, с одной стороны, каждый должен своим духовным ростом заниматься. Каждый должен свою Библию читать дома, молиться. Сам, каждый человек. Какая бы прекрасная церковь ни была, какие бы там проповедники ни были замечательные, если личного общения с Богом нет, ничего не будет работать. Посмотрите, сколько претензий иногда вот Павел этой коринфянской церкви высказывает. А ведь это ж эпоха апостолов. А ведь это ж чудеса и знамения. А ведь это ж такие события происходят, что, ну, это ж реально, там, человек упал, умер, помолились, воскрес. Слепой пришел, прозрел. Хромой пришел, хромой там или инвалид еще ходить начал. А при этом Павел говорит во многих посланиях, что каждый должен лично иметь общение, потому что нельзя на чужой вере попасть в ад. В рай, простите, я очень извиняюсь. В ад то как раз можно, потому что будешь на кого-то надеяться. Нельзя на чужой вере духовно вырасти. Да, человек поможет, человек рад послужить, но сам лично должен быть. Интересно, вот дальше мысль, о которой стоит поговорить. Вот одна из них, как он тут закончил, да. Значит, или один я и Варнава не имеем власти не работать. Ой, какая тема интересная. Вот Саш Дима, наверное, подставил, когда мне главу назначил. Я согласился, там дома перечинал, думаю, вот тут удружил землячок. Тем не менее, об этом довольно просто можно порассуждать. Он говорит, мы имеем власти не работать. И дальше он приводит много разных примеров, показывая, что человек, когда трудится, и у него вол работает, пашет землю, то не заграждай рта. То есть, ну, упали колосочки, упали пшеница, вол подъел их чуть-чуть, не надо у него их забирать. Потом он приводит пример, что солдат, воин пошел защищать страну, да, где-то. И вы ему еще скажете, ты себе на пропитание-то заработай. Ну, что, что за воин будет, как он будет защищать? И он много примеров показывает, логичных, обычных, земных. То есть, давая мысль, понимание, рассуждание, рассуждая о том, что все-таки я ж несу вам Евангелие, я вам проповедую. И, ну, как бы, невеликое ли дело, что вы как-то материально мне поможете, чтобы я мог как-то больше на этом сосредоточиться. Поэтому, конечно, мы все понимаем, это нормальная вещь, когда вот пастор, служитель, особенно в больших церквях, где много времени, что человеком мы как бы говорим, что оставляй работу, будь в церкви полностью, чтобы как бы ты мог отдавать себя обществу. Потому что, знаете, как мне один сказал человек, «Та шо там дело, там собрание проповедников назначить?» Ну, я помню, как его назначили на проповедь. Я думал, он посидеет до конца собрания. Я говорю, «Так а шо ж там тебе же сказать, если…» «Та ну, то, 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 да». Это тоже непросто, это тоже эмоциональная нагрузка, это встреча с людьми, разговоры. И, как правило, знаете, как один полицейский пошутил, говорит, «Нас на день рождения зовут только тогда, когда торт полетел в чье-то лицо». Понимаете, то есть, когда драка, когда разбор, вот тогда полицию звонят. А чтобы нас кто-то позвал на день рождения чайка попить, точно так и пастырь-служитель. Как правило, когда говорят, «Вы можете прийти с нами пообщаться?» То ты, как правило, понимаешь, что тебя зовут не чайка попить, а тебя зовут разобрать вопрос, поговорить, там, эмоционально это все. Ну и сидишь вот так вот, оно в голове, все. А потом тебе еще вот, потом завтра рабочий вопрос. Поэтому это понятная, нормальная практика, нормальная практика. Потому что, знаете, чтобы не получалось у нас, как там, давайте хату там где-то за бендом, и пусть он пешком добирается, и все в голове в проповеди собирает. Но интересно другое. Двенадцатый стих. Он все эти примеры говорит, говорит, и потом выдает следующую фразу. «Однако мы не пользовались этой властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благоествованию Христову». То есть, с одной стороны, ты, Павел, нас убедил, объяснил, рассказал, нормально все. И потом говоришь, ну я этим пользоваться не буду. И вот, наверное, ключевой стих всей этой главы, о котором он пишет, это вот вторая часть. «Дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Основа, чем живет апостол Павел. Он показывает, я не хочу, чтобы было хоть что-то, что станет между проповедью Евангелия и мной, ну и людьми, между мной как проповедником и мы вами как людьми. Я за это, говорит, очень сильно переживаю. И поэтому, если это будет смущать кого-то, что-то, я от этого воздержусь. Да и честно сказать, каждый служитель, вот сколько мы, бывает же, общаемся братьями, там братское, то все точно так понимают. Все понимают, если нужно что-то убрать, что-то как-то, да, надо от этого избавиться. Вот, ну, мы же семья, у нас вечер, да. Ну, нередко мне говорят, что, может, я там лишнего с кафедры скажу, там, юмор не всегда получается, ну, где-то убираю, а где-то и не пободрствуйте, упрощайте. Но все мы понимаем, чтобы не было у нас препятствий для проповеди Евангелия. Вот это важнейшая цель не только апостола, это, наверное, любого человека. Ведь мы, пережившие Христа, пережившие рождение свыше, пережившие вот, что Бог нас спас, это, ну, наверное, самое естественное желание, кто переживал рождение свыше, это поделиться этой информацией со всеми. Вот, когда ты пережил Христа, ты хочешь рассказать всем, вот, что, что какую благодать ты открыл. Я помню, мне было 17 лет, когда я первый раз пошел в церковь, я покаялся. И вот знаете, что я сделал? Я в училище учился. Я пошел через месяц-два в школу своим учителям там рассказывать, что, ну, я был троечник, близко к двоечнику, поэтому не сильно, наверное, я был там в авторитете. Но, тем не менее, я помню это яркое желание. Интересно, так жизнь сложилась. Я помню, в голове имел несколько человек, кому я обязательно расскажу, и встретил учительницу по биологии. Сразу я в церковь стал верующим. А, да, давай пообщаемся. Позвала она меня. Как это называлось? Не коптерка, как она. Ну, какая-то комната, где всякие там пособия, как кладовка, слово вспоминал. Коптерка-то на заводе, да. Кладовка. И вот я сам удивляюсь, сегодня я себя вспоминаю. Мне было 18 лет. Я там только начал ту Библию как-то осваивать, читать. Но около часа мы с ней проговорили. Что ж я ей там говорил? Какими мыслями я ей делился? Что я ей там рассказывал? Я себя вспоминаю. Прошло там несколько лет, я помню, она потом покаялась, приняла крещение. Не потому, что я молодец. Нет, ни в коем случае. Просто вот это желание проповедовать Евангелие, вот это желание рассказать о Христе всем вот, кто рядышком с тобой, это очень правильная, естественная реакция любого верующего человека. Апостол Павел дальше в этой главе напишет, что если я не благовествую, то мне горе. Это ж моя обязанность рассказать о Христе. Это моя обязанность, твоя, любого верующего человека жить достойно. То есть рассказать о Христе, аминь. Но еще ж надо жить так, чтобы о тебе хотели послушать, в кого ж ты веришь. Что ж ты за человек? Вот меня человек там ударил, ну посмотрели, да там вроде не так сильно, не так то, так спокойно, все разобрались. У меня американец говорит, ты верующий, наверное, да? Я говорю, ну да. Вау. Ну и как-то. Думаю, ну слава тебе, Господи, знаете, что как-то можно было что-то ему сказать хорошее, правильное. Мы должны жить так, чтобы наше благовествование хотели слушать. А если люди окружающие нас знают нас с нехорошей стороны, то мы иногда и не скажем им ничего, потому что они, а, так ты верующий, уху-ху, так у меня к тебе вопросов сколько тогда по твоей жизни. То основная мысль, апостол Павел добровольно себя в чем-то ограничивает, от чего-то отказывается, чтобы проповедовать Евангелие. Он дальше об этом говорит, и 15 стих, но я не пользовался ничем таковым. Я написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня тоже мысль сильнейшая. Для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Не людскую похвалу. Нет, нет, нет. О людской похвале, о людском каком-то мнении. Апостол Павел писал много раз, и сам его переживал, когда в одном городе Бог сделал чудо, им говорят, это Зевс пришел к нам, божество великое. А через денек в этого Зевса камни летят так, что забили его чуть ли не насмерть. Поэтому людской похвалы Павел никогда не искал. Но Божьей похвалы, Божьего мнения, он дорожил. Он дорожил. И он говорит, что я умереть даже готов, то есть я тружусь, я проповедую. И если появляются какие-то вещи, то я лучше от них избавлюсь, я лучше их уберу, я лучше, чтобы этого не было. 17 стих. Этот чуть другой, наперед забегаю. То интересно, что он здесь, о, 19-й, простите. Ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. То есть, будучи свободным человеком, я добровольно загнал себя в некое рабство, поработил, чтобы меня могли слушать. И иудеи, с иудеями был как иудей. И подзаконных, был с ними как подзаконный. Чуждых закона, ну это уже бандиты какие-то такие. То есть, апостол Павел видел себя в проповеди Евангелия и говорит, я лучше добровольность от себя, от чего-то откажусь, лучше буду уступать людям, чтобы было мирно, гладко, но чтобы меня могли услышать мою проповедь Евангелия. Интересно, когда вот разговариваешь иногда с современными людьми и показываешь место, что, ну все-таки Павел добровольно себя ставит в какие-то рамки, а вы мне доказываете, что свобода, что хочу, то и ворочу, вообще нет никаких запретов. О, это не о том. Да это о всем. Вот удивляешься иногда, ну людям, молодым иногда людям, делаешь простое замечание, слушай, вот так, вот так бы надо бы что-то поменять. Взрыв эмоций. Да шо вы тут нас, мы шо под закон, мы под благодатью. Да подожди. Неужели так трудно себя в чем-то смирить? Неужели так трудно себя добровольно в чем-то ограничить? Интересно, вот мы работаем, вот кто на стройках бывает иногда с очень серьезными правилами. Нам говорят, одень каску, одень жилетку, штаны, длинный рукав, ботинки, еще и с железным носком, чтобы что-то тебе не упало. И я что-то не помню никого, кто бы там права начал качать. Да что вы, кроссовки нормальные, я пробежался. Тебе скажут, окей, до свидания. У меня был случай, тоже работали как-то, и нам сказали, пилишь или сверлишь, только в очках. Ну, ну что-то мне кусок тубайфора надо было отпилить, я был молодой да глупый. Он схватил пилу, пильнул просто, ну без очков, забыл одеть, пять секунд делов. Форман увидел, говорит, все, на сегодня ты едешь домой. Я, а то, мне говорят, ты что, все, все, домой, ты нарушил простое правило. Мне потом объяснили, Оша, инспектора. Ну, то есть, оказывается, в обычной земной жизни нам нет проблем, какие-то иметь рамки, какие-то иметь правила, какие-то иметь ограничения. Нет проблем. Когда на машине ездим, пристегиваемся там, не знаю, не гоняем, ну нет, но когда касается каких-то церковных вещей, вот меня удивляет, почему, ну, простите, что я это скажу, ну, как будто некий дух противления вот в современном христианстве. Никому ничего нельзя сказать, замечания нельзя, поправить нельзя. Что-то сказать, человек взрывается, заводится. При этом, этот же самый человек может вот петь, Господь, I surrender all, я сдаюсь тебе весь, все, как ты скажешь, как ты поведешь, вот все мое твое. Я привожу пример апостола Павла, будучи свободен от всего, я всем поработил себя. Это что значит? А это значит, вот он приходит к иудеям, он понимает, как живут эти люди, понимает их рамки, понимает их обычаи, как-то в какой-то момент, вот аккуратно, чтобы их не трогать, он ограничивает себя. Он же может к ним сразу зайти к иудеям. Ребята, вот это вот тысяча лет с вашего все иудаизма, закончилось это все, Христос все разрушил и уничтожил. Нет, он им донести хочет. Точно так вот, как он здесь говорит, для подзаконных, для чуждых даже закона, тут же сразу поправку делает, не будучи чужд закона перед Богом, то есть не то, что я с бандитами становлюсь бандитом, это тоже крайность непонятная, странная, то есть когда человек опускается в общество такое прям жутковатое и сам таким становится, вот это нет, так не работает. Помните, уже нет этого человека, Давид Вилкерсон, когда там крест и нож, так его биографическая история, когда он пошел этим наркоманом, таким опущенным, страшным людям нести Евангелие, он очень интересно комментарий дал, что я пошел к очень самым низким слоям общества, но я никогда не падал на их уровень, я всегда пытался им показать, куда им надо подняться и какими они должны быть. Поэтому мысль, которую Павел, он переживает о проповеди Евангелия, он переживает о том, что если что-то себя ограничить, я лучше ограничу. Интересно, что он здесь также пишет, что есть добровольная проповедь, а есть как некая обязанность. 17 стих, «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если недобровольно, то исполняю только веренное мне служение». Оказывается, человек для Бога может либо добровольно что-то делать и иметь за это награду, а может, как полу из-под палки. Вот как бы хорошо, если бы каждый человек в церкви брал этот стих для себя и делал добровольно. Вот просто попросили что-то в церкви, человек послужил, помог, постарался, как-то проявил. Вот очень приятно было видеть братья и сестры, когда в субботу мы тут уборку делали в церкви. Сколько нас было? Человек 400, да? А то даже больше, больше. Это было очень приятно видеть людей, что люди добровольно отдали субботний день. Я, кстати, думал себе когда-то уже так пару акриков земли купить, а когда с тачкой покатался вверх-вниз, думаю, ну, ко мне что на прапорте не придут, 300 человек, членов церкви, травку, то может, оно мне и не надо. Я так свои мысли меня посещали, но тем не менее это приятно было видеть, когда люди добровольно что-то делают. Эту же мысль апостол Павел продублировал в послании к Филимону чуть ли не дословно, говоря, что я хочу, дабы доброе дело твое было доброохотно, а не принужденно. Поэтому пусть Бог тоже нас благословит, поможет, помнит, чтобы мы от души старались что-то полезное приносить обществу, что-то полезное приносить церкви, людям вокруг нас. И последний, будем заканчивать, последний мысль, простите, это с 24 по 27, это когда он говорит, то есть вот, вот видно, как человек начинает, не теряет мысль, ей заканчивает, он говорит вначале о том, что я апостол, я имею какое-то право, потом тут же говорит, я им не пользуюсь, я себя ограничиваю в чем-то, и заканчиваю 24 стих, не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. То есть он привел пример олимпийских игр, бегунов, когда люди бегут, когда люди занимаются каким-то спортом, не просто так для себя, а именно на профессиональном уровне, на таком уже, на олимпийское золото идут люди. И он говорит, что вот эти все спортсмены воздерживаются, то есть у кого есть друзья, спортсмены такого серьезного уровня, там действительно жизнь совсем другая, там ты себе не принадлежишь, да, вот у тебя там два или три года олимпиада, и ты просто не принадлежишь себе. Я помню, один наш брат в церкви, у него дочка занималась бегом, но профессионально там, за колледж, за штат чуть ли не бегала, и вот я помню, мы у него работу делаем, там ремадал в кухне, и вот дождик идет, нормальный такой дождик. Я смотрю, она так одела, комбинезончик, раз, и я говорю, а куда она? Говорит, ну бегает, тренируется. Дождь, не дождь, человек должен там сколько-то километров в день пробежать, чтобы форму свою держать. Тут выйти не хочешь до магазина в тот дождик, а человек спортсмен, ему это не важно. То есть, и он приводит пример, что смотрите, в земной жизни, чтобы достигнуть чего-то в спорте, человек от всего воздерживается, то тем более, если человек хочет достигнуть чего-то в Боге, он должен понимать, что он от чего-то должен воздерживаться, и эту мысль можно развить еще надолго. От чего вообще воздерживаться, в чем себя ограничивать. Последний стих этой главы, два. «И потому я бегу не так, как неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вот эта мысль вообще так очень сильно заставляет задуматься каждого верующего человека, проповедуя другим самому не остаться недостойным. То есть, можно говорить, можно делать, но если нету какого-то, ну, как по-английски self-control, контроля над собой, своих каких-то правил, своих каких-то ограничений, то можно проповедовать, и люди тебя послушают и примут, но сам можешь потерять, сам можешь растерять что-то. Поэтому пусть Бог нам поможет держаться Его, ограничивать себя, когда это действительно нужно для блага Божьего дела и помнить, что проповедует другим, чтобы самому остаться достойным Божьего Царства. Аминь, братья и сестры. Молимся. Отец наш Небесный, Господь и Бог, Игорь Негода, и...